здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светлана лоди сад сегодня видео по вашим просьбам и сегодня видео о том какие цветы в кашпо в горшках горшочках в вазонах я буду выращивать на следующий год и следующее видео может быть во влоге каком-то саду может быть отдельно я расскажу о тех цветах которые не буду выращивать это дорогие друзья вы об этом просите но действительно уже сезон в принципе скоро заканчивается и такие видео обзорные видео анализы что получилось что не получилось я буду делать наверное они нужны даже и для самой себя и может быть кому-то мой совет тоже пригодится так вот я много очень цветов сажаю в кашпо мне нравится такая техника посадки я делала два видео примерно сосчитала что более 160 кашпо в моем саду с разными цветами одни цветы зарекомендовали себя великолепно я их выращиваю много лет даже если в этом году они не получились то я все равно буду продолжать пытаться их выращивать и учиться их выращивать другие цветы которые я тоже выращивал много лет и они несколько лет подряд не показывают себя с хорошей стороны но вернее с той стороны которую я жду жду от них такого же могущественного цветения великолепного долгого они чувствуют себя по-другому поэтому в пользу яркости своего сада я от них откажусь но об этом следующее видео и так сегодня я пройдусь по тем цветам которые на следующий год буду высаживать но для себя решила что буду делать теперь более грамотно не так что раскрыв глаза и побежала все купила тот что очень красиво на картинках а четко составлю список и буду покупать все то что мне нужно то что я сама не смогу сохранить своей светелки но светелка это вот такая вот за моей спиной но для новичков ну по типу зимней теплицы вот здесь у меня все растет всю зиму и сезон получается круглогодичный так вот все то что я не сумею здесь вырастить я конечно же куплю и четко по списку не выходя из рамок бюджета своих желаний ну я пока сама себе верю вот не знаю поверите ли вы мне и верите ли вы в себя так же как я почему потому что хочу это хочу то а потом начинается не хватило кашпо значит надо ехать купить кашпо опять затраты а потом как получается а не знаю куда его поставить и получается что некоторые цветы даже красивые не имеет того объема земли который им нужен поэтому они не показывают себя ну с той стороны которой мы привыкли и которую мы ожидали то есть получаются такие неоправданные ожидания вот это умеет питоне это у меня с фуксии со многими цветами хотелок у всех много желаний еще больше вот четко в свой дневник садовый запишу все те именно сорта и все те названия которые я хочу во первых о сортах питуней естественно первом месте у меня питунья я недавно снимала видео кому интересно посмотрите и говорила на каких сортах вегетативных питуней я остановлюсь вообще в моем саду в горшках очень много растений именно вегетативных это не значит что семенные хуже их вообще не надо сажать ни в коем разе ну просто вегетативные растения то есть те которые размножаются черенком это и колиусы и фуксии бегонии это и алисумы и немезии и вербены и питуньи естественно то они все равно развиваются намного лучше чем семенные я знаю сейчас найдутся скептики которые напишут что я не права дорогие друзья это мой личный опыт и на моем личном опыте да и у девчонок у моих подружек то же самое мы в этом году но не в этом году мы уже убедились за ну за несколько лет и это не год-два это пятилетка допустим поэтому у меня прерогатива основа это растение которое развивается из черенка который я покупаю черенком огромное количество писем мне где купить черенки ну мне кажется что я не могу вам дать точного совета потому что мы покупаем санкт-петербурге каких-то группах эти группы встречаем у метро ну зачем я вам буду говорить кто-то высылает почты кто-то не высылает интернет-магазин агравиолог кто-то остался доволен кто-то написал что я рекламирую мошенников и так далее дорогие друзья просто в поиске в интернете по своей по своему краю может быть вообще по россии многие высылают найти можно уверяю вас но мы живем очень в маленьком городе где нет посадочного материала хорошего но мы же находим питер от нас 220 километров но если захотеть то можно приехать найти того кто отправляет почтой и так далее поэтому главное это желание сейчас я поверну камеру и расскажу вам конкретно о тех растениях которые я буду оставлять черенками если не получится я буду покупать только те растения и в принципе даже этой же расцветки ну и так начну первый цветок который мне не удался в этом году но который я все равно буду выращивать и черенками и луковицами это бегония вот о бегониях будет просто даже отдельное видео этому посвящено действительно и о них мало что показывала была расстроена весь год почему что и как вот смотрите видео наверное будет в понедельник но даже на свой несмотря на свой печальный и плохой опыт в этом году те годы был великолепно об этом вот так поэтому от них не откажусь как будут черенковать размножать сохранять конечно же будут видео естественно это гортензии от них не откажусь но надо остановиться потому что в этом году у меня было очень много приобретено новых молодых гортензий сейчас они подросли и становится уже страшно где все это дело разместите как все это расставить все это зимует у меня в подвале в обыкновенном подвале где хранятся овощи подвал без света холодная температура 25 градусов зимой о том как буду готовить гортензии тоже покажу у меня их много сейчас пройдусь покажу итак гортензия второй цветок крупнолистная я имею ввиду от которой не откажусь даже если ее трудно сохранить третье это фуксии фуксии разные у меня ампельные в основном и полуампельные фуксии но в этом году тоже им было очень трудно в связи с жарким летом мне показали полную свою красоту у меня есть фуксии вот в таком состоянии да и есть фуксии на штамбе выращенный штамбы ставим с вами сейчас уже начинаем ставить фуксию на штамбе для того чтобы она на следующий год уже начала радовать о том как ставить фуксию и сделать из нее деревце вот такое деревце или вот такие деревца об этом есть плейлист фуксии и там огромная масса видео о том как вырастить такое деревце вот это свеженько этого года и так фуксии тоже будем готовить да в принципе это уже скоро будет все будем готовить к зимовке берем или черенки или сохраняем маточник как сохраняем маточник вот этих всех красавиц представляете какой объем все это надо выстричь все это нужно уложить и сохранять вот так что с фуксиями конечно никогда не расстануть единственное уже теперь поняла что какие фуксии легко переносит даже жару все неблагоприятные условия вот эти ветры сегодня опять сумасшедший ветер и буду оставлять уже пусть простушки которые называются там простушки фуксии пусть не махровые но те которые выстояли к любой непогоде потому что желаний много когда видишь махровые фуксии это конечно бесподобно но дорогие друзья вот те фуксии которые вот в таком состоянии ничуть не хуже чем махровый у этих огромное количество цветов у махровых намного меньше так что вот видите везде этим гортензии сейчас иду пока нет солнышка здесь по такому тенистому месту вот бегонии ведь и готовятся готовятся на сохранение конечно еще один из любимых цветков это пеларгонии пеларгонии плющелистные зональные сейчас они готовятся ко второй волне цветы и она будет первая волна была сногсшибательная об этом я показывала потом я сделала обрезку сейчас уже беру черенки как сохраняем или берем череночек укореняем и уже ну выращиваем всю зиму или сохраняем маточник чтобы сохранить маточник тоже нужно подготовить правильно пеларгонии у меня именно этих два метода сохранения и о том как уже будем сейчас черенковать вернее я уже начала тоже все вам покажу расскажу хотя недавно я показывала такое видео о черенковании ну там просто все как черенкую а может быть уже начну конкретно вот видите опять набивает массу бутонов вот просто массу то есть взрыв такой прошел и сейчас опять начнется здесь вот он уже начался ведь сколько начинается если посмотреть тут одни бутоны везде вот поэтому готовимся и на первом месте это естественно питунья еще раз повторяю есть видео совершенно недавно какие сорта питуней или серии питуней в который входит там несколько расцветок я буду сохранять и почему эти я все вам рассказала поэтому кому интересно ну сами видите и погодные условия прошлого года дожди и сыра и погодные условия этого года жарище несусветная чуть ли не три месяца засуха вот кто выстоял и в том году и в этом можно сделать анализ и посмотреть и на уже на фоне этого сделать какой-то вывод ну во всяком случае мой вывод пока ну оправдывает себя для меня самой оправдывать себя на что я конкретно буду обращать внимание вот видите эти красотки кто еще не видел крупнолистный гортензий кто отцветает кто уже ну тоже вступает фазу теперь буду сохранять конечно же калибраха трудно сохраняемые вот тут обтрепало ее и ветром и все ломается быстро очень хрупкое растение к может быть даже капризное растение вот только недавно здесь была шапка цветов уже пожалуйста раз ведь не очень но все равно буду сохранять двоюродная сестра питуньиком в народе называемая великолепное растение алису снова принцесс у меня алису здесь растет по бордюру представлен в нескольких видах по в грунт и в кашпо растет это вегетативный алису хотя в этом году я сажала и семенной алису но семена алису вроде рассада была приличная и хорошая не пошел ну практически от слова совсем вернее его даже потом съели такие гусеницы как бы я не обрабатывала все таки вегетативные растения они более такие мощно растут ну хотя и этот алису обрабатывала но тэпики средства справилась и обработка была только один раз и все нормально в этом году вот так алису смотрится по бордюру в грунте хорошо растет в кашпо хорошо растет одно растение то есть один вот выращенный череночек потому что вегетативная ее черенкую дает в принципе очень большую такую массу цветов вот так по бордюру сейчас покажу еще в другом месте и вот здесь еще по бордюру здесь более высокая грядка и смотрится он еще лучше он здесь уже в роли такого ампельного растения видите свисает прикрывает камни то есть можно сажать и он раз будет по земле как бы стелиться создавая такой ковер а может свисать как любое другое ампельное растение вот здесь дорогие друзья видите какой огромный здесь два растения в 100 литрах вот сколько и здесь он растет в полутени яблонь ему здесь трудновато вообще солнечный цветок но все равно вот это салатовая с белым великолепно смотрит салатового листва я имею виду белые цветочки обратим внимание на этот алисум я не знаю название сорта тот снова принцесс белая здесь вот двух видов вот такая вот светло-сиреневая ну или ярко-сиреневая и темно-сиреневая очень очень симпатичные вот такие вот такой алисум здесь два растения в 30 литров естественно возьму черенки уже пытаюсь великолепно на рост были очень в плохом состоянии черенки нищие при нищие но во вторую половину лето все разрослось посмотрите какая эта красотища вот а наверху вот пожалуйста из череночков маленьких маленьких остатков которые я посадила в кашпо вот так отлично наросла бегония потому что была в хорошем состоянии в этом году тоже буду сохранять вот это растение замечательный который называется батат у меня вот такое зеленое еще есть фиолетовый батат батату нужно все-таки тепло и жара я уже в этом убедилась и даже не первый год вот он как великолепно нарос этот батат стал сумасшедший черенкуется что там воду поставил дал черенки трудно вырастить зимой клещ его осаждает и он как-то чувствует себя не очень но постараемся и вырастим еще цветочек это хризантема мультифлора которую я сохраняю в виде черенков пыталась сохранить в этом году два растения опускаю в яму точно так же как и гортензии вот они сейчас в таком состоянии все в бутонах вот еще один экземпляр и еще два у меня есть которые не цветут вот это ведь такая сиреневая будет два желтых вот это видно это же сроки бывают цветения разные эти видно будут зацветать пораньше но огромные шары огромные посмотрите в 20 литровом кашпо вот такой вот огромный шар нарос вот тоже калибрахо вот это вот розовая была великолепно я вам показывала все раз и все пропало сиреневая отличная вот такая вот очень яркая как-то мне тут одна женщина сказала какая-то просто карнавальная вот обязательно тоже буду сохранять и в этом году вот сейчас уж цветение было очень большой но в любом обзоре сада можно посмотреть это гвоздика черенкуется достаточно ну неплохо но очень очень долго не дает корни постараюсь вон тут сколько молодых побегов просто это был шквал цветов у этой гвоздики это метанечка с канала записки цветовода череночек дала я выращивала всю зиму эту гвоздичку и но огромное множество гвоздики сейчас уже вижу что она отцветает вот кое-какие бутоны но цвела все-все лето извесечек конечно буду оставлять вот этот вербейник именно желтый монетчатый мне говорят зачем оставлять разве он не зимует дорогие друзья обычный такой же вот вербейник мы только зеленый естественно зимуют на грядке этот я даже не знаю я попасть попробую в этом году один высадить в теплицу может быть он там прозимут говорят что зимует но я беру с него черенки все таки себя так чтобы обезопасить и у меня этот вербейник растет ну всю зиму растет светелки посмотрите какие косы но это замечательно кстати говоря очень долго в этом году разрастался а сейчас выглядит ну просто чудесно еще из висючек оставляю вот эту турецкую висюльку посмотрите сколько выросла ну метра два это точно привезла с турции название не знаю не цветет ничего просто дает длинные предлинные космы оставляю черенком и оставляю будру буда с будрой все намного легче плющелистная будра растет во многих местах тоже два метра вон ведь куда вот и оставляю ее в теплице снимаю с кашпо прерываю в теплице и прекрасно там зимует рано весной начинает оттуда уже вылезать черенкуется отлично можно свернуть вот так в колечко положить и она везде дает корни из висючек еще дихондра серебристая естественно можно вырастить из семян но я эту дихондру в этом году не выращивала сама я купила ее рано-рано весной в обе размножила на 2 кашпо можно было еще больше вот ну и хорошо они наросли посмотрите какое великолепие дихондра серебристая никогда у меня так она хорошо не росла как в этом году здесь просто как на картинке в этом году растет замечательно я постараюсь оставить прямо маточник вырежу но о том как это все будет естественно я расскажу и покажу попытаюсь и черенок с нее снять и саму оставить ну и напоследок дорогие друзья один из самых ярких цветов в саду который не цветут у которых красивые листья это колиусы у меня колиуса все вегетативные конкретно о них будет ролик он уже готов у меня о колиусах о том как я его буду сохранять как размножать что это такое почему именно такие никакие другие об этом я вам все расскажу ну естественно хотелка растет коллекция тоже идет и идет все все больше и больше коллекция пополняется не знаю как остановиться но потому что без колиуса уже свой сад представить не могу это в грунте точно также колиусы великолепно чувствуют себя в кашпо и надо отдать должное канал есть татьяна записки цветовода на колиус выращивать только в кашпо великолепные получаются комбинации с любыми цветами можно скомбинировать по цвету в тон или наоборот резкий контраст как хочешь так и сделай растут просто на ура у нас уже девчонки шутят там где что-нибудь не вырастет да ничего страшного посадим колиусы чуть-чуть потерпеть приходится весной боятся холода и очень сильного солнца боятся но такое лето как у нас я говорю будет еще лет через десять дай бог не раньше ну шутим мы да так поэтому думаем что все хорошо колиусы тоже буду оставлять даже безусловно уже начала ну еще бальзамины бальзамины тоже нравится очень правда вот сейчас клещ я их тут маленечко клеща этого потравила видите не стали сильно цвести было были просто шапки цветов разные бальзамины которые им паттинцы называется махровые не махровые простой цветок но не менее красивый и крупный сейчас они жара прошла сейчас они тоже не любят жару естественно распушились и сейчас наберут массу еще мы увидим весь сентябрь их прекрасное цветение посмотрите есть просто как розы как розы бальзамины как розы великолепные цветы вот единственное что полутень что-то я много наговорила дорогие друзья даже для самой себя и это буду это буду это буду а сама сказала что четко же пишу план и сосчитают да еще вербены вам не показал конечно вегетативные вербены вот такие красотки яркие просто обалденные тоже уже поставила на черенки вот здесь вербены начинают отрастать и зацветают после полной обрезки ну такой кардинально хорошие обрезки нарастила куст и эту еще вербенку мы с вами увидим и полюбуемся вот не пора бы света вам остановиться говорю я самой себе но всего оставлю конкретно много ассортимент большой но оставлю вот прямо четко напишу сколько штук мне нужно будет каждого растения под свои кашпо ну и вот пока себе говорю и ни одной штукой больше так что друзья дорогие тоже желаю вам много растений в кашпо чтобы они вас радовали и у вас было все хорошо крепкого вам здоровья